Привет, друзья! Ну что, приперлась я в теплицу. Смотрю, этот зефир в шоколаде, он уже начал трещать. Поэтому я его сорвала. Потом приду домой. Вместе с вами попробуем, покажу те вкусные он. Так-то интересный, да? Какой-то карапинке в полосочке. И что еще сейчас сделаю? Сару, наверное, этот арбуз треснутый. И потом тоже попробуем. Я вчера не подумала, что в эту трещину могут там залезть и мухи, и мошки, и все что угодно. И всякая инфекция. Поэтому надо его срочно-срочно сорвать. Тогда уже пойду домой. Тогда уже там попробуем. Короче, а так и помидор, и арбуз все домой занесу. Ну что, друзья, сегодня я трохи поработала на улице. Тут повырвала, где больше зелья. Надо еще удалить от севшие розочки. Видите? Ага, новенькие, зацветают. Видите, как красиво. Тут астры расцветают. Только не могу понять, чего их так высоко выперло. Не могу понять, чего они такие высокие. Обалдеть. Так, там, наоборот, какие-то вон очень низкорослые. Гляньте, беленькие. Даже не могу понять, чего они такие маленькие. А тут, наоборот, большие. Бархатцы вообще что-то не растут. Низкие, мелкие, тоже непонятно. Надо еще мелкое зелье тут снизу порвать и порыхлить немножко. И, может быть, тут чем подкормить их, не знаю. Пока не ведаю. Но самое большее меня радует, конечно, вот этот куст-рос в этом году. Оно такое после зимы было все некрасивое. Посмотрите, какое сейчас. Уже не знаю, который раз. Может, четвертый. Все на бутонах и все будет цвести. Их еще успеет подкормить. А это вот розочка вообще. Помните, я вам показывала. Она практически там заебалась. Я ее срезала чуть не до самого корня. И она тоже что-то подрастала, обрастала, обрастала. И смотрите, сколько уже много опять на ней бутонов. Там цветочки. Короче, красота. Так, цела. Надо удалить отцевшие. И видишь, еще разок подцветет. Еще все-таки что у нас? А вуз только месяц. Начало. Так что еще успеет вполне подцвести. Так, сейчас покажу, что я там еще сделала. Смотрите, тут где все было заросшее. Все пропололо. Сельдерей, цветы обрезала. А он отдал снизу молодую поросль. Но чисто на листике. Вчера нарезала. Такой ароматный щи добавила. Так, сальвия тут немного пошла. Она в цвет. Хоризонтемка, наверное, муравьи. Тут еле-еле она собиралась цвести. Собиралась цвести. И что-то уже и не собралось. То ли ей тут сильно густо, сильно тесно. Ну, я ее так воткнула на выживание. Так что ничего страшного посидит. Как воткнула, так и уберу. Ничего страшного в этом нет. Здесь вон лабелия. Загибалась, загибалась. Муравьи, муравьи. Вон она отжила немножко. Наверное, дала нового от корней. И начала цвести. Агерат он будет цвести. И здесь он бедный в зарослях. Вон весь на бутончиках. Красивый. Листья крупные, зато хорошие. Баклажаны. Это просто вообще доходяшки, видите? Доходяшки. Где-то видела пару цветов, но уже, наверное, отвалились. Ну, так а что? Дождь, дождь, дождь. Даже здесь, где у меня всегда засуха. Посмотрите, видите, как земля утопталась, пока я ходила. То есть она очень сырая. Потому что у меня здесь обычно песок. Песок, просто песок. Ничего не растет. Надо воду лить и лить и лить. А в этом году ничего никуда не надо лить. Вот это, что мне Люда давала. Что-то такое. Какие-то колючки, типа на сухой букет. Я только не понимаю. Может, я уже прозевала. Вроде они какие-то более голубые были. Прозевала их сушить. Может, они уже пошли. Не знаю. Или наоборот. Или рано еще. Не, вот это вроде молодая веточка. Видите, какая-то интересненькая. И вот хризантемки. Там, где они в воде, они уже практически тут цветут. Это же были по одной веточке посаженные из теплицы. А тут почему-то они цветут. Не хотят. Наверное, тоже из-за воды, может, корни повредились. В общем, предстоит мне тут еще море работы. Вот, и все, здесь ничего сажать вообще не буду. Все. Все убираю, все удаляю. И засеиваю травой. Все, не хочу. Я тут мучиться, страдать. Всякая фигня растет. А ничего хорошего не растет. Лука выкопаю. Рассажу себе где-нибудь на высокой грядке. Маленький кусочек. Мне тоже его много не надо. Никто не ест его. Все. Прошли те времена, когда тут гости, через гости нарезали лук, ели салом. Что-то там все, пирушки, какие-то пирушки. Все. Нету этого уже. Так, перец, смотрите, какой мой колокольцы какие. Да, он красивый, видите, созрел, но его мало. Очень мало. Его надо сажать в теплицу, оказывается. Я потом посмотрела. Вот вон в теплице, там у людей в теплице просто огромные кусты, как деревья. И там уже не знаю, сколько по тысячу перцев сидит. Ну, значит, в следующем году посажу там один кустик в теплицу или два. А на улице, вон он какой, видите. Не очень-то, короче, на улице он. Вот. Так что мне тут еще работы, работы, работы предстоит. Бешеное количество работы. Все, пойдем домой сейчас, попробуем арбуз, который треснул, и помидорку, зефир в шоколаде попробуем. Так, друзья, вот этот соевый наполнитель, ее не могу вам досконально показать, потому что не могу достать. Я его только что сейчас опустила в пакет. Саша поехал на велосипеде и порвал пакет в двух местах. И почему не попросил на вал, берегу, они всегда дают пакет, чтобы не порвать. Или почему дома не взял сумку, я не знаю. Вот такой вот, ни о чем не думают. Все, полетел на велосипеде, забрал, порвал, прилетел. Все, на, упаковывай, перепаковывай, делай, что хочешь. Поэтому вот так как-то пока сложила. Тоже такой же тверденький, похож на эту глину, но немножко не такой. Видите, грамотники такие большие, крупненькие, такого бирюзового цвета красивого. Вот такой. Потом как открою, покажу, если кому интересно. Это кто-то мне посоветовал, из тех, кто написал комментарий под видео, когда я рассказывала про эти наполнители. Ну, надо пробовать все. Ну, как-то тут маловато. Ну, не знаю, написано, что типа на 30 дней вот эта вся упаковка хватит. Ну, не знаю, посмотрим. Ну что, попробуем зефир в шоколаде. Первый раз сажала. Какой-то похожий по расцветке я сажала в прошлом году. Только не такое название. Надо будет посмотреть по пакетикам. У меня еще пакетики остались. Вот, отрезала все кусочек. Сейчас возьму сольки, потому что я без сольки вкуса никакого не чувствую. Чуть-чуть присолю. Вкусный помидор. Очень вкусный. В этом году я позаботилась, чтобы не было вершины гнили, кальция добавляла в лунку. Ну, тут другая проблема, видите? Вот это такое зеленое. Говорят, что специалисты из-за холодных ночей калий и магний не усваиваются. А что я сделаю с холодными ночами? Я сегодня утром встаю. Завтра, если я так рано встану и пойду открывать теплицу, обязательно возьму с собой телефон. На улице было 4 градуса. Я обалдела. Вышло сразу на крыльцо. Дрррр, я в пижаме. Ой, такая холодильная, такая холодильная. Так, представляете, это вообще ужас. Так, ладно. Помидорку попробовали. Сейчас арбузик. Ну, что, попробуем треснутый арбуз. А я не буду его даже взвешивать. Ну, что это взвешивать, я понимаю, ты вырастил арбуз там 5, 7, 10 килограмм. А, этот маленький арбуз. Что там? Что там это самое его взвешивать? Короче, прям по этой трещине, наверное, и разрежем, да? Что церемонится? Я не знаю, что он и не созрел даже еще. А сок течет, потому что... Вот что треснул, наверное, водой перенапитанный. Ну, и нифига не спелый, смотрите. Вон какой. Розовый. Розовые. Косточки не черные, а такие, только чуть-чуть покоричневели. То есть, он даже и не созрел. Вот так вот. Вот такое у меня на лето. Сейчас вот из серединки возьму кусочек. Попробую. Ну, видно, что сочный прямо он сок. Течет по всей доске. О, капает, видите, сок. Ну, от избытка воды, конечно, будет столько сока. Ой. Сейчас на вкус. О, сочный, сочный. Прямо целый рот сока. Кстати, конечно, не сладкий. Такой, что прямо сладкий-сладкий. Но и никакой, и не кислый, и не безвкусный. Немножко уже начала сладинка появляться. То есть, еще будет чуть-чуть. Там есть один вообще маленький. Тот, наверное, тоже не соспел. Даже не подрос. Может, корни медведка подъела. А два там покрупнее лежат. Подождите. Или даже три. Может, те созреют хоть? Не знаю. Ну, потом будем смотреть. Этот не созрел. Но есть можно, я вам скажу. Сочный, сочный. Так что все, друзья. С арбузами очередная печалька, что называется, как я люблю говорить. Но ничего не поделаешь. Такое, как говорится, абы какое лето в этом году. Все, друзья. Вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока.